Привет, друзья! Наверняка многие из вас, просматривая фотографии или видеохронику времен Великой Отечественной войны, замечали, что некоторые немецкие солдаты носили у себя на груди странную и довольно большую бляху. Зачем же она была нужна? Эта металлическая пластина называется ринг-краген. Ринг-кольцо, краген-воротник. А на русский язык переводится как горжет. Горжет появился примерно в 14 веке и изначально являлся частью латаных доспехов рыцарей. По размеру он был значительно больше и предназначался для защиты груди рыцаря. Со временем доспехи начали уходить в прошлое и в 18 веке горжет превратился в знак отличия для офицеров армии многих стран. В 1740 году по приказу короля Пруссии Фридриха Великого был создан корпус фельдъегерей. Они занимались сопровождением и охраной королевской семьи, доставкой важной корреспонденции и охраной путей. В 1840 году было сформировано первое подразделение военных жандармов, к которым перешел контроль за поддержанием дисциплины и порядка в немецкой армии. К концу Первой мировой войны немецкая военная полиция насчитывала 6,5 тысяч солдат и унтер-офицеров, но в связи с поражением в войне это ведомство было расформировано. После прихода к власти нацистов в 1933 году произошло слияние немецкой полиции, патрульной службы СС и фельдъегерской службы в единое полицейское ведомство под руководством Гиммлера. В 1939 году после мобилизации была создана полевая военная жандармерия численностью 8 тысяч человек. Горжет использовался как знак отличия солдат и офицеров в фельджандармских подразделений Вермахта, Люфтваффе, Криксмарина, СС и обычной военной полиции. Кроме того, горжеты носили солдаты и офицеры железнодорожной охраны, фельдъегеря и патрульные гарнизонные службы. У каждой из них были свои надписи на горжете. За ношение горжетов на цепи немецкие солдаты прозвали бойцов полевой жандармерии цепными псами Гиммлера. Полиция занималась отловом дезертиров, партизан и разведчиков, принимала участие в карательных рейдах на оккупированной территории и отправляла пленных в лагеря смерти. Наши партизаны и разведчики, в свою очередь, открыли охоту на этих жандармов, так как они являлись носителями ценной информации. В полевых условиях жандармы обычно снимали и прятали свои горжеты, чтобы не стать легкой добычей наших бойцов. Кому понравилось видео, с вас лайк и подписка, ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Моас, спасибо за просмотр, до новых встреч!